сегодня я запишу небольшой гайд по киковом концептуальный гайд это не гайд по спид флипу или какому там сайт флипу в общем этот гайд не связан с тем как вы добираетесь до мяча этот гайд связан с тем как по этому мячу нужно касаться чтобы киков и выигрывать итак начнем самого начала это прямой киков на прямом ки кофе у вас есть огромное желание просто поехать прямо может быть даже флипнуться и жахнуть по мячку вот так это будет первой вашей ошибкой почему сейчас вы узнаете чтобы выиграть киков вам нужно флипнуться через центр меча что это значит это значит что вам нужно оказаться с одной из двух сторон и флипнуться в противоположную через центр меча то есть если вы приехали справа то вы флипаетесь влево через центр если вы приехали влево то вы флипаетесь вправо через центр. Это очень хорошо видно именно на прямом кикоффе. Без разницы, как вы долетаете до мяча, главное соблюсти это правило. Оказались с нужной стороны, флипаетесь в противоположную сторону через центр. Далее у нас идут прямые кикоффы. Давайте прихотем на них сразу. Значит, здесь все тоже очень просто. У вас есть два варианта. Первый, вы оказываетесь со своей стороны и флипаетесь в противоположную. Второй вариант, вы оказываетесь с противоположной стороны и флипаетесь в свою. То есть вы начали слева, приземлились вправо, флипнулись влево. Опять же, все это делается через центр мяча. Аналогично с другим кикоффом. Вы можете быть исключительно на своей стороне и флипнуться влево. Или вы можете оказаться на противоположной стороне и флипнуться вправо. Это понятно? Надеюсь понятно. Это касается любых кикоффов. Можно просто ехать. Можно фронтфлипаться. Что касается диагональных кикоффов, здесь немножечко посложнее. В целом правило такое же. Однако, если вы просто будете ехать прямо, вы упрётесь ровно в бок мяча и, скорее всего, этот кикофф проиграете. Чтобы этого избежать, вам нужно ехать немножечко ближе к центру и прыгать, соответственно, так же через центр, стараться в противоположную сторону. То есть, условно, вот так. Этого будет уже достаточно, если вы совсем нубас. Вот. С другой стороны то же самое. Просто чуть-чуть ближе к центру подстроиться, да, и прыгнуть. Можно фронтфлипом, можно таким образом, можно сайдфлипом, как вам больше удобно. Главное, если вы оказались справа, вы прыгаете влево. То есть, здесь нет большой разницы, как вы добираетесь до мяча, да, каким-то сайдфлипом или диагональным, или прямым, или просто едете, да, к мячу. Главное, это концепт. Приземлиться с одной стороны и флипнуться через центр в другую сторону. Это самое важное. Есть ещё один фактор. Фактор того, когда вы прыгаете. Если вы приземляетесь слишком близко к мячу, вы не успеваете прыгнуть. Поэтому первый прыжок вы делаете как можно раньше, чтобы успеть сделать второй. Это делается для того, чтобы ваша машина ударила по высоте в лампочку. Вот сюда. То есть, если вы ударите вот так, то оппонент, который просто прыгнет в мяч, вас накроет. Таким образом, вы киков проиграете. Это значит, вам нужно всегда приземляться так, чтобы прыгнуть ещё раз и попасть в центр мяча. Именно по высоте в центре мяча. Тут есть небольшая подлянка, которая касается машин с низким хитбоксом. То есть, не октанов. Не октан хитбоксов. Если вы используете не октан хитбокс, то вам нужно прыгать чуть-чуть пораньше. Потому что, как вы видите, машина низкая, и она не успевает долететь до центра мяча. По стандарту. Поэтому нужно прыгать ещё раньше, чтобы приземлиться раньше. Чтобы второй раз прыгнуть раньше. И попасть в центр мяча. То есть, второй прыжок должен быть чуть-чуть заранее. Запомнили? Если вы используете хитбоксы по типу доминуса, брейкаута или типу того. Вам нужно прыгать чуть-чуть пораньше. Также, если вы используете такой хитбокс, вы можете в целом просто фронтфлипаться в мяч. Вот. Доминусы, брейкаута и прочая дичь. Она в этом плане очень хороша. Вы можете просто блокировать мяч. Вот. На октане такое выходит не всегда. На октане лучше всё-таки носом прыгать через центр. Я не очень люблю этот вариант, но он есть благодаря длине хитбокса, доминуса, брейкаута и гибридов. И напоследок я проделаю все кик-оффы по одному разу, чтобы вы могли примерно представлять, как они выглядят. Начнём с просто езды вперёд. В конце немножко стрейфанёмся. Прыгнем вбок. Дальше левый кик-офф. Дальше правый кик-офф. Дальше прямой левый. И дальше прямой правый. Это если вы совсем новичок, без прыжков. Дальше фронтфлип. Тут я, кстати, в ворота не попадаю с левой стороны, а с правой попадаю. Интересно, почему. Видимо, по-разному делаю. Далее прямой левый. И далее прямой правый. Тут вы можете попасть по среднему бусту, можете не попасть. Это уже как вам удобней. Я, если честно, делаю душой. Это не мой стабильный кик-офф, но так или иначе. Видите, я приземлюсь слева, флипнусь вправо. Это самое важное. Далее сайдфлип. Сайдфлип с диагонали. И прямой. И последнее. Это мой спидфлип, кик-офф, которым я кик-офф уже более трех лет. Я ему научился, когда апнул Гранд Чемпиона 1. Тут есть поправка на ветер. Я давно не играл, поэтому я не сделаю идеальный спидфлип. Но моя задача показать вам концептуально. В одну сторону. В другую сторону, если надо контрить оппонента. То же самое. В две стороны я могу делать, чтобы контрить оппонента, если он кик-оффит влево или вправо. То есть это уже более такой, знаете, высокий уровень, когда ты знаешь, как законтрить кик-офф оппонента. Чтобы это сделать, нужно прыгнуть в одну из двух сторон. Вот. Это уже более такая адвансная тактика. И для этого тебе хорошо бы уметь флипаться в обе стороны на кик-оффах. Это больше именно для 1 на 1 подходит. Здесь то же самое. Я могу прыгать в обе стороны в зависимости от необходимости. Это был не самый лучший кик-офф. Но опять же, приземляюсь слева, флипаюсь вправо. Приземляюсь вправо, флипаюсь влево. Вот такой вот концептуальный моментик. То есть в конечном итоге не так важно, как вы долетели до мяча, важно то, как вы в него тыкнулись.